добрый вечер друзья как ваши дела бодрой ночи что хорошего у вас я сегодня натренировался на тренинг немного несколько сегодня 23 погружения 10 минут под водой был быстро собираемся потому что количество подписчиков стало больше и сейчас у меня добавляются фолловера где-то примерно от 2 до 3 тысяч в сутки то что ждем роста все очки зарядились вот поэтому вот так карагана привет огромный пресса из красноводск остановимся конечно можно там же есть реклама провалитесь зайдите вводите в группу в астанинскую пенза привет я у вас кстати был в пензе и меня там узнали в лесу представлять какие-то мужики полупьяный вот я знаю этого корейца он из казахстана где-то он там из людей там что-то давит что там помогите помогите дед письма прощения есть в ю тубе зайдете в youtube скажете хочу письма прощения греким и там выйдет чтобы она появится в ту rested under 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 Zi Бишкек, Салам Алейкум, Москва, как ваши дела, друзья? Саудовская Аравия, Анталия, Йому, Питтсбург, Пенсильвания, Караганда, Бишкек, Атрау, Нью-Йорк, Оша, Оша, вы там как? У вас наводнение было, да, по-моему, недавно? Пишкек, Бишкек, Уральск. В общем, друзья, всем привет! Таджикистан, Караганда опять. Рад Чикаго всех приветствовать на моей страничке. Вот традиционно мы здесь делаем разборы публичные. Потом я эти материалы использую в рекламе где-нибудь, там этот, сохраняю. Это будет в... Ну, останется, короче, эфир. Поэтому, кто хочет на разбор, скажите, я хочу. Вот, поэтому Ашхабад, Тарас, Уфа, Башкортостан, Кузбасс, Шымкент, Антономансийск, Астрахань. Капец, короче, прям расширилась география сильно. Так, разберите, пожалуйста, меня. Вы же понимаете, мы сейчас это делаю, это как лотерея, да, то есть у вас должен быть интернет, вы должны хотеть на разбор. Если вы, ну, будете как-то... Здравствуйте! Здравствуйте! Какой город? Какой город, как зовут? Меня зовут Александра. Вы откуда? Я из Майами. В Майами круто. Вы, это... Неужели в Майами тоже депрессия? А сегодня разве тема депрессии или можно любое запрессию сделать? Я не знаю, но мы сейчас таким работаем. Вы с чем пришли? Честно, у меня запрос на лишний вес. Лишний вес, ага. Я супер-супер счастливый человек в жизни. Я супердовольная, я мама троих детей прекрасных. Детей и... Есть что-то, есть какая-то загадка, которую я пока не смогла разгадать. Я попробовала, мне кажется. Мне 42. Дорогая, 42 года. Смотрите, у вас в Майами есть дайв-клуб. Идите туда, поныряй и похудеешь, честно я тебе говорю. Короче, если вам рассказывать метафизику вообще вот этого всего, вы тупо замедлили свой метаболизм. То же самое сделал с тобой я. Вообще все толстенькие. И сейчас свою теорию расскажу. Я понимаю, что ты самокопала, там все это... Вообще все перекопаю. Да, сегодня вышел, по-моему, или на днях вышел, как его зовут... Расскажи Гордеевой подкаст. Да, 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 я смотрю. С лишним весом смотрела? Не, не смотрела еще. Короче, технология такая. Тупо замедлили метаболизм своими тупыми диетами. Резкими. Когда колораж снижают в 5-6 раз, и ты в таком голоде живешь. Я в голоде все же. Ты начинаешь просто втягачить в спортзале. Все толстые через это проходили. Худым вы не можете никогда объяснить, что вы едите одинаково, но ты поправляешься. Да. И они такие, а, наверное, в холодильник ходишь, там, жрешь по ночам. Вот. Это замедлен метаболизм. Для того, чтобы его ускорить, эндокринологи дают глюкофаж, там, еще какую-нибудь фигню, чтобы желчь отходила, там, и так далее, да. Но метаболизм ускоряется от гипоксической нагрузки и гиперкапнической нагрузки. То есть, есть две нагрузки на задержки дыхания, которые ускоряют метаболизм. Вот. Потому что у Гордеевой сказали, что метаболизм не ускоряется у таких потом. Но я тебе точно говорю, что он ускоряется на задержке дыхания. Если со мной понятно, у меня три дочки. Точно. И у меня три дочки. Две из них вот такие. И только одна за последний год, ей 8 лет, она набрала 15 килограмм. Ну, у нее депрессия же, это явно. Это, во-первых, депрессия, во-вторых, это привычки. Блин, она такая, знаешь, она выглядит счастливым ребенком, не знаю, как депрессия. Она такая у меня такая активная, прямо, я бы сказала. Ну что-то, она зажирает? Что? Как понять? Я тебе говорю. Что, когда, ну фиг знает, ну блин, реально что-то происходит с ребенком. Как это разгадать? Смотри, я крупная родилась. То есть, и я всю жизнь вот эту вот, вот эту крупность свою, знаешь, может быть, я уже думаю, может быть, я как-то, знаешь, я воспитывалась, знаешь, в семье, где у нас всегда с нами жила бабушка. Бабушка у нас узница концлагеря. Я думаю, слушай, вот этот страх голода. То есть, у меня маленький 4-летний ребенок идет в детский сад, их там в садике кормят. То есть, она там не голодает. Но она в 4 года берет с собой там кучу еды, потому что вот у нее, откуда-то у нее берется этот страх голода. Ну, кровь и вода, конечно. Как это, как это можно разлочить? Дорогая, ей 8 лет, оставь ее в покое пока. Блин, как ее оставить? У нее 45 лет вес, 45 килограмм, блин, ну жалко же ребенка. 8 лет 45 килограмм? Красивая, активная девчонка, а? 8 лет 45 килограмм? Да. Дорогая, это только спорт же, больше уже ничего нету. Да, блин, она занимается спортом. Она занимается спортом, она в течение учебного года, она прыгает, слушай, мы днями в бассейнах и в океане плещется она у меня. То есть, бесконечная вода, знаешь, мы ходим в зал, она много ходит пешком. Я вижу, что ее активный, активный образ жизни гораздо активнее, скажем, ее сверстников, которые знают, чтобы едят чипсы, сидят с телефоном и так далее. Остановись, отстань просто. Пока пусть и просто отстань, 8 лет ничего страшного нету. Я боюсь, что это она повторит мой мой путь. А я не хочу. Ты пройди свой тогда нормально. Ты с невестным до ребенка доебалась, конечно, что-то хотела. Я тебе говорю, чтобы ребенка осталась с ней нормально, все, с собой займись. Ты такая хитрожопая, ты меня извини, пожалуйста, да? Я тебя загоняю под воду, ты такая, давайте с ребенком, блядь, разбираться. Ну, позови тогда, давай разбираться с ней. Не, я могу под воду, я как бы это люблю даже. Это поможет, да? Тебе? Да. Если мне помогает, тебе тоже это поможет. Во-первых, есть два, есть дайвинг, есть скубо-дайвинг, да, знаешь, да? Да. Короче, даже скубо-дайвинг, он сжигает кислород, потому что есть нагрузка вот этого, как бы, слоя давления воды. И, оказывается, за счет того, что у тебя отжимают, как бы, твою лимфу, и ты, когда начинаешь дышать, кислород попадает в клетку. Поняла? Угу. Да. Когда кислород попадает в клетку, тогда метаболизм тоже ускоряется. Но вообще, я тебе рекомендую прям пойти на, сначала на просто дайвинг, задержки дыхания где. Угу. Поработай с дыханием, потому что мы дышим, во-первых, грудью, мы не дышим низом живота. Потому что, когда ты дышишь низом живота, тогда у тебя сдвигается желчь. У тебя желчь, у тебя не будет застоя желчи. Угу. Угу. Потому что 100% сейчас с твоим лишним весом и так же, как у меня, это преддиабет. Да? У меня нормальный сахар, уровень сахара нормальный. Сахар нормальный, у тебя инсулин хуёвый. Это называется преддиабетическое состояние. А как это проверить? Потому что взять этот тест на кожу, знаешь, как в руку Коллина. Я, честно говоря, не знаю, я какие-то анализы сдавал, пошел к эндокринологу, она сказала, у вас преддиабет. Я убрал все сладкое, и, в общем, там есть свои признаки, повышенного, как бы, этого плохого инсулина. Это, во-первых, черные локти, там еще там какие-то, там по пилому выходят, еще такая херня. Ну, в общем. Вот, поэтому, в любом случае, без врача ты не обойдешься и под воду. Тем более, в Майами, что бы у вас там не плавать, я не знаю. Окей. Да мы и так в воде постоянно. Другим методом ты не доберешься. Подруга моя здесь. Я только дайвинг нашел для себя, то есть я сейчас ныряю каждый день почти. И это у меня сдвинуло метаболизм. Это первое. Второе. Я сейчас ем три раза в день, у меня нет таких тупых диет, там один одноразовый, ну, как бы один раз есть, там еще что-то. Но вот этот коридор приема пищи, он расширяется очень сильно, потому что с наполненным набитым желудком ты не сможешь плавать. У тебя сократится желудок сам. Я взяла тренера тут даже себе, знаешь, взяла тренера прям, которая, думаю, ну все, два месяца. Ты хочешь ответственность приложить и... Нет, она мне написала питание, она мне написала питание, там тысячу и сантиметров калорий. Мне или ей? А, ей? Ну, я не знаю, может, тридцать пять. Возьми тренера, которому хотят. Не, она профессиональная, она профессиональная. Я, ну что ты такая упрямая, бля, твоя охота взять, пиздануть чем-нибудь. Ты замужем, нет? Да. Он тебе не пиздит еще? Нет, слава богу, нет. Я что-нибудь долбанул по голове, наверное, упрямая, как я не знаю что. Ужас вообще. Обязательно на такой хер какую-то жопу засунуть. Дорогая, смотри. Че я хоть на че-то не остановился? Че-то ты меня так сбила. Я просто смотрю, что мои уже все вышли. В общем, я поняла, но дайвинг мне надо. Ой, до слез. Ты меня, пожалуйста, просто услышь, ладно? Ты по-другому не сдвинешь ничего. Есть момент, как бы, есть момент того, что ты, все люди в это уходят. Я тоже уходил в велосипеды, в беговые дорожки, плавание. Почему? Потому что лишний вес у тебя по суставам бьет, туда бьет, еще куда-то. А на самом деле у тебя лимфатическая система забита, и у тебя сосуды слабые. Это возрастная хрень, и мы сосудами никогда не занимались. Да я и в 20 была приличная. А? Ну я и в 20 была, а не маленькая. Ну в 20 у тебя ты вывозила на здоровье, понимаешь? Ты вывозила на возрасте. Да. Сейчас у тебя кризис среднего возраста, плюс у тебя еще метаболизм сейчас остановился. Угу. И теперь смотри. Единственное, что вот на вот этом, на дайвинге учат, это расслабляться. Да, это то, что я не умею. Понимаешь? Расслабляться, это прям... Вот. И этому можно научиться в медитациях. Да. Да? Но в медитациях тебе ничего не угрожает, когда ты неправильно дышишь. А под водой тебе, блядь, все угрожает. И тебе сразу показывают, где у тебя обратная связь. Понимаешь? Понимаешь? Это да, надо попробовать. И это высокая нагрузка при том, что нужно лениться. Прикинь, какой кайф. Угу. Мы же все лениться толстенькие, честно, если. Мы же не любим себя бегать, мы же не любим себя напрягать. Мы же для себя любим все. Жирем по этому. Ну... Я бы так не сказала. Да, да, да. Но... Ты от Святого Духа поправляешься, конечно, так... Дорогая, смотри. Ну, я очень энергичная. Я, ну, в 10 тысяч я легко нахаживаю. Дорогая. Это не колени. 50 тысяч нахаживать, чтобы похудеть. Я не могу, столько. Поняла? Кому-то даже не надо, в чем-то же есть, наверное, залочка. Дорогая, ляжешь на дно бассейна на 2-3 минуты, вынырнешь, минус полкилограмма, блядь. Еще раз нырнула, еще и минус полкилограмма. Да, наверное, надо попробовать. Поняла? Просто позанимайся, потому что организм каждый раз думает, что ты сдохла. Угу. И у него вот это все прям... Угу. Начинает работать. Услышала? Да, хорошо. Да, спасибо. Все, уже стесняешься? Нет, я могу продолжить. Задай вопрос, какой хотела. Ну, это был мой основной такой вопрос. В принципе, я совет получила, в принципе, поняла. Ребенка отстать сложновато, но, в принципе, я попробую. Она тотально хочет есть. Всегда. С упрямством что хочешь делать? А? С упрямством, Саня, что сделаешь? С упрямством? Я разве упрямая? Ты как бык, я тебе говорю, ты же тебя не повернешь. Я овен по гороскопу, я, наверное, поэтому такая... Я бы сказал, как баран, но как бы этот... Ну, я даже не спорю. У меня муж козерок, поэтому мы еще друг к другу не попадались. Да, ты нам весело вдвоем. Да, нам весело. Ты упрямая, и он мозгоеб. Ну, ему весело, конечно. Не, нам классно. Мне правда классно, поэтому... Тут повезло, честно говоря. Поэтому, ну, я подумаю, я подумаю. Вот по поводу расслабляться, да, это прям целая школа, целая наука, да. Это то, к чему я сейчас пришла. Потому что, когда я чувствую, я когда наполнена, тогда мне легко отдавать всем свою энергию, какую-то свое участие, свою заботу. Но когда я чувствую, что я здесь пустая, то мне темнеть тяжело. А насчет дочки я тебе так скажу, сделай ее день более счастливым. Чтобы было что-то новое всегда. Ой, мне кажется, у нас такие танцы с лобным каждый раз. Я помолчи сейчас, да. Она очень любит путешествовать, она очень любит все новое. Вот пусть такие есть, да. Но постоянно поддерживать этот уровень очень сложно. Но ей надо. Знаешь? Да. Потому что у нее вообще человек поправляется или жрет так, да. Короче, когда человек во что-то вовлечен, он забывает о еде. Когда он начинает жрать, значит, ему жизнь неинтересна в этот момент. И он получается, он свой голод эмоциональный заедает едой. Она очень у меня с детства хочет быть блогером. Может быть, стоит ее отпустить? Блогером. Вот это ребенок родился быть блогером. Я вроде бы, видимо, ну не знаю, фиг его знает, как это на детях потом отражается. Насколько это для детей экологично. Насколько это для детей безопасно. Вот насколько безопасно ездить за рулем, скажи. Такое дело не безопасно. В дереве люди думали, когда только с лошади слезли. Ну да. Может реально. Сейчас каждый дворник, блять, блогер уже. Сидит и стесняется. Так точно. Она просто, вот она блогер. Вот она с утра сегодня снимает тик токи, понимаешь? То есть она готова петь, танцевать там. Поддержи. Купи эту гребаную лампу. Свет. Все, что ей нужно купить. Ну а что тогда ты запрещаешь что-то или что? Мы не то, что не запрещаем. Просто это же нужно, знаешь, этим нужно заняться. Поощряй. И это как-то нужно. Начни поощрять. У нее есть интерес. Пусть займется. Ну да, может быть. Я это уже вроде бы для себя это уже, знаешь, решила, что это надо сделать. Просто это нужно взять и сделать. Да, я сделаю. Да, может быть она вот это и заедает какую-то свою нереализованность. Ну вот. Видишь, я нашли тебе ответ. Может быть. Не, она очень такая, знаешь, талантливая, такая прям харизматичная девчонка. Ну вот. И прям. Пусть проявляется. Класс. Спасибо. Я займусь этим. Знаешь, это мы сами себя взрослые тормозим. Знаешь, у нас в нашей работе, нам все уже просто, только ленивый нам не сказал, что идите в сети, да, в соцсети, идите, реализуйте, расскажите про свой бизнес. И, ну, вроде бы у нас есть вот это что-то такое, что-то, что нас... Ну да, надо идти в соцсети. Пусть ребенок... Возможно, и мы растормозимся с мужем на этом пути. Так что, не зря же нам Бог послал такого ребенка, блогера. Уфигачки. С ней будете еще делать блоги, коллаборации. Дай Бог. Ну, в общем, класс, спасибо. Я прям... Пожалуйста. Увидела для себя путь. Спасибо большое. Пожалуйста. Еще раз привет из Майами. Еще увидите в Майами, я приеду на следующий год. Дай Бог, приезжай. Пока-пока. Пока-пока. Пока. Не знаю, что. А, ну, знаешь, что-то... Сердечки вот так вот, покажи сердечки. Ой, будут сердечки летать. Ага. Должны летать. Ну, ватсапе летать. Наверное, надо этот, на всю камеру. Девочки, открывай. Закрывай. Меня кто-то отключил. Прям выключи тогда. Ну, как-то там. Далеко, куба-далеко. Куба рядом. Олю я принимал. У нее интернет хреновый. С этим я бороться не могу. Все-таки все доболели. Здравствуйте. Здравствуйте. Что с голосом? Как? Что с голосом? Я не слышно. Здравствуйте. Как зовут тебя? Айзада. Ты откуда? Айзада. Истакмака, Кыргызстан. Кыргызстан, классно. Какой запрос у тебя, дорогая? Знаете, у меня девочка есть 13 лет. 13 лет. Ну, она, знаете, у меня ворота, я беспокоюсь. Только я недавно вот поступила на этот Египет. И там тоже вот завтра неделю уже вот учительница говорит, чтобы вернули на самолет билеты купили. Мне страх от детства говорить. Или как, не знаю, я боюсь уже, как мне делать, как мне делать. Молюсь, молюсь. Ну, говорит, от детства, не знаю, я своих, без отца я выросла. Ну, постараюсь, чтобы я вообще ни у кого не даже не ворую, не показываю. Айзада, подожди, остановись, айзада, не жалуйся, с чем тебе помочь, с чем хочешь поработать? Ты все наводила, дочку дни опускают, здесь этот, сюда, что хочешь? У меня разбор был у меня этот, детство, что маме, маме, от маминой, не знаю, даже. Айзада, вот смотри, по всем внешним признакам у тебя жуткая депрессия. Да. Как давно ты-то ходишь уже? Уже, знаете, 15 лет уже. Что произошло 15 лет назад? 15 лет. Мне мужем проблема была, а потом сейчас вот уладилась как-то. Ну, сейчас у меня с детьми, старшие сыны, дочки. У меня постоянно, вот, не знаю, постоянно. У меня в душе. Или с, не знаю, или дочки какой-то, ну, постоянно у меня что-то пересходит, но у меня от детства, наверное, психолога в голову пошла и говорит, у тебя надо разбор, говорит, у тебя с мамой разбор надо делать. Айзада, ты работать хочешь или будешь жаловаться дальше? Нет, я хочу работать, пожалуйста. Ну, просто я первый раз на разбор. Ну, я понимаю, что разбор. Ну, первый раз, честно. Айзада, давай так, ты сейчас дома одна, нет? Нет, вот, да, я в комнате одна. Дома кто еще есть? Это в втором комнате, дети мои. Муж где? Тоже там, на улице. Он не испугается, если ты реветь не будешь? Нет, не буду, не будет ругаться. Ты предупредила? Предупреждала? Нет. Оставь телефон, иди предупреди сначала. Оля, во-первых, у вас с телефона что-то не то. Вы, в смысле, с интернетом. Что толку вы пишете, я воспринимал, у вас черный экран там. Нет. И опять доля реакции, главное. Потом через 15 раз зайдет, будут там, ааа, и приме опять. У тебя все прекрасно, но ты не принимаешь прямой эфир, да? Да, я это, мужу сказала. Можете лифон так поставить, встать, чтобы я тебя видел только. Я не знаю, надо что-то стояло. Пойдет, закрывай глаза, вдох через нос, выдох через рот, просто дыши глубоко. Хорошо. Руки не скрещивайся, дыши глубже. Дыши глубже, вдох. Еще глубже. Еще глубже. Спасибо. Еще глубже. Руки не имеют, да? Да, не надо стряхивать, стоит просто дышать. Глубже. В желудке напряжение, выдыхай давай. В желудке напряжение, выдыхай давай. Не надо ничего делать. Глубокий вдох, выдох через рот, вдох через нос. Ноги сильно болят. Угу. Угу. А не мама. Трясется ноги. Давай, давай, дыши. Тебе когда жизнь что-то угрожала твоей? В аварию попадало, что было? Да, попала. Угу. Сильно испугалась. У меня этот, кормила руку, дочки, дочка была. Нет, сына была. Прям память потеряла. Как-то у меня так было, не могла ничего почувствовать. Угу. Угу. Время, время, мула. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Стоит пыжица Поясница прям ломится Субтитры сделал DimaTorzok Мама Я тебя ненавижу, мам Постоянно ты нас убила Ты нас не довезла постоянно Достоянно на наш голос Хочу тебя любить, но не могу Хочу тебя просить, но я не могу Это мне бесит постоянно Постоянно ты нас не доволен Постоянно не доволен Постоянно била ты нас Я тебя ненавижу, честно Каждый раз хотела тебя любить Но не смогу, честно Честно, я тебя ненавижу, пап Последний раз недовольна Прям твоё оружие Не бить, блин Чё ты не даю Недовольна Сестра недовольна Братишка недовольна Постоянно ты нас не довезешь Постоянно ты нас не довезешь Ты не бейся, мам Ты не бейся, мам Я хочу убить тебя, блин Такого охота, блин Нас на тётя отправила А вот они нас и издевались на нас Постоянно ты нас не довезешь Постоянно ты нас не довезешь Постоянно ты нас сильно бьешь Внимание Постоянно недовольна. Вдох глубокий. Ненавижу, мам, тебя. Постоянно, постоянно, ты недовольна, критика, постоянно на сестру, на братишку, на бассейн, на сестру, на братишку. Я тебя честно ненавижу, честно. Постоянно критикуешь, постоянно недовольна, постоянно. Что мне нравится, это мне нравится. Я плохая девочка. Я постоянно плохая, не работаю. Моя. Мой отец плохой. Прям бесишь. Стой. Твоя вид. Прям твоя рожа мне без тьма. Как она мне долбила. Я хочу тоже там пить. Моя сестра хорошая. Мы с ней постоянно плакали. Прямо мне твоя рожа мне без тьма. Прямо снится. Позавчера она на Москву уезжала. Прямо такая рожа недовольна. Я хотела попрощаться. Она оттолкала. Иди. Вот так она у меня. Я прям отвремела. И на моем ушло. Она меня не понимает. Не понимает вообще. Не понимает. Она просто слова меня любит. Так скажет. Но это ложь. Я моя мама в действии. Но я люблю. Она постоянно говорит, что вы нас, мои, разрушили. Мои мне не давали мне жить. Она постоянно нас лично мечтала. У нас сестра не нужна ей. Братишка, я вообще не нужна. Братишка, я вообще не нужна. Братишка, я все. Братишка, я себя... А сколько она недовольна? Она постоянно. Что долго она не делала нас? Без тебя. Она мне вообще честно, бесит меня. Моя сестра тоже хорошая. Но бесит, мама моя. Постоянно недовольна. Постоянно недовольна. Она мне послала на работу. Прямо я на еду. Пешеходе. Сам все поднимаю. Бегу. Перехожу домой. Она мне вот лугает. Ты хорошо не продавала. Почему нехороших не продавала? Прохожу домой. Тесно мишу. Хлеб делаю. Постоянно недовольна. Убираю тоже недовольна. Без меня. И она постоянно недовольна и слава говорит. Если не вы, я хорошо жила. Только вы мне мешаете. Все мы делали. Торговали. Деньги. Деньги ее давали. То, что мало его. Мало. Она пьет. Деньги мне дала. Я бегу. Маленькая. На самогон стучит дверь. Восемнадцать сон у меня. На руках. Она гайфуется со своими друзьями. Сучка. Сучка. Точно она. Сучка. Блин. Сучка. Сучка. Она, блин, сучка. Своими этих хахлями. Вот это мы сучили. Мы же сучили. И мне тогда было... Десять лет или... Восемь, восемь. Десять лет. Сучка. Она такая... Постоянно за ней я ходила. Что она? Сучка, блин. Сучка. 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 Сучка, блин. На дворку шла она. Тямая, блин. Лохматая такой. Блин. Волосом. Блин. Ходит на дворе. И, блин, стыдно мне. На соседку зашла она. С ней она ругается. Блин. Бьется. Я как боюсь. Сучка. 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 Лохматая. Сучка. Я бегаю туда-сюда. Я бегаю туда-сюда. Что она не взяла? Я работаю. Да я работаю. Сучка она, сучка. Сучка она, сучка она, сучка она. Сучка она. Я торгую. Я торгую. Она пришла, блин. Снова она пришла. Все даст ее деньги. Все ей даю. Еще мало ее. Сучка она. Она тоже недовольная. Еще раз она недовольная. Я все деньги даю. Вот так пачками даю. Мне 13 лет. Я 13 лет. Она пришла вот. На базаре. Внаружи на базаре встретились. Сучка она. Я бью ее. Что-то покупаю ей. Сучка она. Пришла. Еще надо жраться. И, ой, мои деньги забрать. Она вообще по барабану. Как я. Что я. Что я кушала. Где я жила. Как я вот эту деньги заработала. Даже я на морожене кушала. Морожене даже не кушала. Как я. Сучка она такая. Блин, она заболела, конкретно заболела, она, она конкретно я заболела, конкретно заболела. Я пошла на больницу, уходит мне сестра, говорит, твоя мама уйрёт. Я молюсь, я молюсь, я лвозу кушаю, спелый она, спелый, красный, красный. Я твой делаю за нём, твой делаю. Тётя говорит мне, всё получится, всё хорошее, твоя мама выздоровеет. Окно есть там, прям светло, светло, светло. Ну а мне сердце дрожит. Я пошла, прям, врач мне вытащила мою маму, прям сучку вытащила. Зачем я молилась? Зачем? Она мне говорит, дочка, дочка, своим братишкам смотри, за своим братишкам смотри, говорит. Мною. Мною. Прямо чёрные волосы, прямо бесочные. Без защиты лежат на койке. Судька шустровала. Я беды и пропутаю, лекарства покупаю. А нахудая я стала. Она орёт, тоже орёт. Орёт она, сучка, проститутка же, орёт она мне на койке. Она как ведь, как ведь, я вот это все мою, мою. Домой пришла с наброшенным зданием, а братишка там ночью. Света нету, там света нету, представляй себе, там света нету. Мой братишка там. Вот эти говно, я все мою. Я в утром пришла, оторвую. Поставила вот этот под носом, с самцами и бегаю. Лекарства ищу. Лекарства, бегаю, лекарства ищу. Пикселин, вот этот дорогой, блин. Какое название было вот это лекарство. Самый дорогой был. Дорогой лекарство. Я бегаю, бегаю, вот этот нашла. Лекарства нашла. Бегаю на троллейбус. Троллейбус я села. Иду на маму. Она мне, мама, сказала, чтобы не лагман купить. В углу базаре лагман. Еще что она сказала. Лагман купила, лагман купила. Ничего не забыла. Я села. Уже я на троллейбусах. Бегаю. Я пошла встречу. Калидоры хожу. Мама, петер варит. Лагман поставь на холодильник. Я поставила. Ну, моя сестра. Встретила. А моя сестра говорит. Все равно не кушает твоя мама. Нет, я. Это же привезла. Мед привезла. Мед, мед. Моя мама язык, я вижу. Прям язык, блин. Надо вот этот мед, надо мазать. Ох, сучка моя мама такая. Она орет, орет, сучка. Я ушла от матери. Я ушла от моей матери на троллейбусах основной. Обратно на работу. Блин, она вышла. Я домой. Даже темный. Света нет. Вот эти говно. Ну, а снова я стирала с утра. Солнышко. Солнышко светит. Я стираю на холодной воде. А, сучка. Я хожу на работу. Там у нас этот русский справедущий рядом хожу. С утра, с утра. Пешком. На сет пришла. Первый. А, сучка она такая. Дорогая, там ребенок пришел тебе. Она моя мама. Вышла из больницы. Туда, и короткие черные волоса. Еще один. Говорят. Я вам не нужна. Вы выросли. Я умру. Чем так жить? Туда сюда ходят. Первый раз, а один раз я себе кофточку купила черный. Почему ты себе кофточку купила? Черный кофточку. А, блеск. 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 Прям красивый. Первый раз новая кофточку купила. Вот эта кофточка мне очень нравится. Ну, мама. Моя мама недовольна. Хайт. Туда, сюда ходит. Туда, сюда ходит. Много недовольна. Почему-то вот этот кофточку купила. Я болею. А, я не нужна вам. Поэтому я вот эту кофточку купила. Один раз. Мама. Один раз. Можно мне вот эту кофточку одевать? Пожалуйста. Прямо черная кофточка. Прямо блеска. Прямо мне... Прямо... Постоянно недовольна, 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 недовольна. Дорогая, как дела? Прямо. 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 легче тебя теперь смотри youtube зайдешь найдешь на письмо прощения по его и все я не знаю ты что там с тобой мама делала но то как ты плачешь и ощущение как будто на тело в проституцию сдала что с тобой произошло антипод мужиков подкладывал или чтобы произошло что так убиваться скажи надеюсь что я вспоминаю мне вот еще раз то она тебе сделала она постоянно не она бухала ты работала на у тебя деньги забирала так было или чтобы это а то непонятно то что придумал тут я сам уже думаете в рабство уже завалил она там знаете блин она сама извините за возражение своей маме таким словом она сама как просто вот это я все видела она постоянно гуляла дорогая я не пойму это страдаешь а за вчера она у них улетела на россию все что она хотела я делаю ну ты можешь не делать вот последнее время вот я психолог я вообще не знала вот последнее время ваши постоянно вот тот раз вы тоже ваша прямой эфир была я смотрела а потом я я четвертый класс только училась даже на нормально писать я не умею потом я сейчас вот выросла учиться начал чё сознание чё по сознанию чё такое обида я начала понимать представлять а потом не этот письма письма запишите на вашему отцу мне мама мне этот картинку дала у меня отец прям прям он этот прям он конченный прям извлек я боялась своим отцу знаете а потом я пошла отец хороший нормальный человек у него семья есть мне братишка есть оказывается а потом вот это письмо я писала на потом вот это давление у меня вот этот был там он чудовище когда когда я маленькая сейчас кто-то чуть меня послушай пожалуйста ладно мы тебя уже тут наслушались короче уже напридумывали всего я я тебе просто говорю письмо прощения пропиши под же то что с тобой сейчас происходит и вся твоя депрессия это из-за твоей из-за твоей детской позиции ты хочешь получить любовь мамы папы и начинаешь им угождать и сама же себя за это ненавидишь потому что им похуй на тебя все равно потому что ты уже взрослый эти сколько лет 37 лет ты замужем у тебя дети есть да все хорошо только из-за того что ты ожидаешь от мамы другого отношения тебе хуёво правильно тебя понял да хуёво поэтому почему я тоже своих детей бью представляете это нормально не отрести на нас ты смотри твоя мама прям может тебе это записать твоя мама дала тебе больше чем она имела сама человек может дать кому-то то что у него есть и если она не получила любви и нечего тебе передавать ты свою очередь получила любви чуть больше чем было у мамы и ты пиле и что количество любви которые у тебя есть своим детям ты себе передать чуть чуть больше чем да дергай это правая или левая сторона подушка есть рядом нету ничем у тебя под кофтой что-то есть а вот так упаку в этом же и есть эволюция каждый родитель дает тебе больше чем было у него каждый родитель дает тебе больше чем было у него тоже то есть и и и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... И письма прощения, короче, тоже найдешь, будешь писать тоже там, поняла? Поняла? Да. У тебя детская позиция, ты в этом еще застряла. У тебя психоэмоциональный возраст лет 11. Да. Как будто я вот... Знаете, я хочу играть. Да. Я хочу... Когда вот взрослым разговариваю, как прям вот в последнее время я учиться начал, прям с верой, и себе я чувствовала, как будто я маленькая девочка. Знаете, я хотела другим сказать, я этого стеснялась, честно. Мне вот... Даже я пишу, как будто мне четвертый класс письменный, мне этот почерк письменный. Другим я стеснялась сказать. Сказать, как будто вот так, если вот друзья приходят, прям как будто я вот так, дети же играют, вот так, прям, у меня такое ощущение, да. А потом я иду, почувствую, до этого я не чувствовала, это мне была норма. А потом вот я училась, начал, как будто я потом, эй, ты чё, как будто прям себе вот так... Айзада, еще раз, письма прощения, прощения родителей, поняла? Найди в Ютубе, все это сделай, ясно тебе? Прощения родителей слушать 40 дней подряд. Каждый вечер перед написанием, перед письмами прощения. Сначала слушай прощения родителей, потом начинаешь писать письма прощения, поняла? Маме, 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 пушу. Всем, поняла меня? Ты пока не повзрослешь, ничего не будет. Ты должна понять, что уже лет, тебе 38 лет, как минимум... Ты такой лет, я не чувствую, вообще не чувствую. Мне плевать на чё ты там чувствуешь. Как? Тебе 38... Еще раз. Тебе 38 лет. Восемнадцать лет ты уже дееспособная. Восемнадцать лет. Так? Да. У меня вот здесь... Это 20 лет? Вот здесь у меня прям чё только не делала. Чё только... Молчи сейчас. 20 лет ты сама ответственна за свою жизнь. И то, где ты сейчас находишься, это твоя полностью ответственность. Поняла? Ты же до сих пор на мамушкнишь. Я маму любви хочу. Я понял. Она без денег и меня любила, чтобы... Я чё-то делаю, она мне была хорошим словом. Замолчи. Прекрати ныть. Хватит. Ты сейчас уже у нас... Смотри. Почему я тебе сейчас останавливаю? До этого была терапия. Сейчас ты выпрашиваешь жалости. Да. Я тебе, блядь, не мать Терезы, тебя себе здесь жалеть. Поняла меня? Я могу слушать тебя, пока ты работаешь. Как только ты начинаешь хернёй заниматься, мне неинтересно. Услышала меня? Да. Поняла, что нужно было делать? Да, я письмом на прощение маму. Всем. Дочке, сыну. Мужу. Родственникам. Всё тогда, дорогая. Задание получено. Сестье закончено. Можешь душ принять и спать ложиться. Спасибо вам большое. Пожалуйста, дорогая. Честно, спасибо вам. Честно, с честными словами. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Выходи из эфира. Как? Не знаю, крестик нажми в общий. Спасибо вам большое. Давай, дорогая. Хорошего вечера. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Ты откуда? Из какого города? Как тебя зовут? Алмата. Меня зовут Яна. Яна, давай рассказывай. Рассказывай. Я родила сына в прошлом году. Всё было замечательно. А в 41-й день он просто обмяк в полкому. Две недели лежал в коме. Меня к нему не подпускали, и он просто умер. Я до сих пор не могу прийти в себя никак. Это первый ребёнок? Менинг. Нет, это второй ребёнок мой. У мужа это четвёртый ребёнок. Пятый. Ага. В смысле, у тебя второй брак, это или что? Нет. У меня первый брак, у мужа второй брак. Ага. Он умер, у него менингит, менингоэнцефалит, полностью мозг, мозговые клетки, костный мозг, всё встаю было. Он не плакал, ничего. Мы причём сказали, что он должен был орать, а он молчал. Я очень сильно... Дорогая, иди туда, где интернет хороший. У тебя с интернетом что-то... Всё, я здесь. Сделала? Вот, я здесь, я тут. Да. Всё, да. Ага. Смотри, дорогая, ему было сколько месяцев? Ему было 40 дней. Он впал в кому на 41-й день. Давай так, я тебе объясню немножко с точки зрения эзотерики, да? Я понимаю, может быть, тебе... Я тебе сейчас успокаиваю мозг, хорошо? Что ты... Ты же сейчас всех обвинила? Себя, от ресурсов? Нет. Нужно. Нет, нет, я никого не обвинила, никого, нет. Вокруг все плачут, все вокруг плачут, я одна держусь. Вот я одна держусь. Я когда одна останусь, я вот открываюсь. Смотри, вот метафизику я тебе расскажу, она может быть ужасная. Вы знаете, наверное, что азиаты справляют годик, да? Короче, корейцы, китайцы, японцы, все отмечают годик. Когда вот родился ребёнок, год прошёл, вот он, вот он. Отчасти это было потому, что не так хорошо жили, как бы этот, и ребёнок, который выжил в течение года, считалось круто. Круто. Сегодня там вот эти эзотерики и так далее все говорят, что ребёнок может ещё выбирать оставаться в этом мире или не выбирать до года. В любой момент, с момента зачатия и до годика после рождения, ребёнок имеет право уйти просто из этого мира, сказав, что я, блядь, не готов. Как не готов? Я же так... Ну, получается, я была готова, а он не был готов, да? Он имеет право сказать, что не готов, да. У него будет с твоим ожиданием, возможно, да? Он пришёл, увидел другие и ушёл. Почему дети... Хорошо, он пришёл чему-то меня научить? Вот туда только, вот в такую хрень не надо лезть, ладно? Угу. Ты сейчас так научишься, а ты просто охереешь потом. Из депрессии будешь опять выковыриваться потом. Угу. Угу. Чаще всего, ну вот, вот, во всяком случае, то, что я считываю с тебя, это то, что просто он передумал. И не надо в этом никого винить, ничего не думать. Чего ты? Не готов вас... Слышишь пока? Его нет уже, всё равно, блядь. Разницы нет никакой. Да, он там лежит, я даже туда поехать не могу. Не надо никуда ехать, там ещё ничего нет уже. Ну, там ничего нет, да, я понимаю. Тело для меня, физика, это ничего. Я знаю, что он пришёл, но для чего пришёл, чтобы уйти. Ну, почему я? Вот только такое. Имя было? Назвали уже? Иосиф. Иосиф. Это у вас кто такие имена выбирает? Ну, у меня первая дочь Оливия, она мне приснилась. Она ко мне в один дед пошла. Оливия, иосиф вдруг. Ну, у меня муж, он Дмитрий Иосифович. И он просто родился, и очень сильно на деда был похож. Очень сильно. Ладно. Ну, простите. Мне просто интересно, потому что оно как бы очень... Это не самое распространённое имя, да? Ну, Яна, я тоже много Ян не встречала. Не, Яна это нормально, и Иосиф это очень редкое имя. Очень редко, я согласна. После Вицериона Иосифовича это очень редко. Бог им. Смотри. Готова? Готова. Я готова. Вставай. Вставай. Так, чтобы я тебя видел. Так. Вот так, да. Закрой глаза. Смотри, я тебе когда скажу, руки подними, вот так их поднимаешь ладонями вверх. Отваживайся сейчас. Нет, нет. Смотри. Вот так. Да? Да, да, да. Сейчас закрывай глаза, руки опускаю пока. Да. 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 Ладонями вверх. Ага, вот так. Когда почувствуй, что Иосиф пришел, можете им поговорить. Может слух, может про себя, разницы нет. И задать те вопросы, которые тебе интересны. вверх. Ага, вот так. Ага, вот так. Ага, вот так. Ага, вот так. тебе. Помоги мне, пожалуйста, выйти оттуда. Выйти оттуда, где я сейчас. Помоги мне, пожалуйста. Я надеюсь, что у тебя всё хорошо. Я надеюсь. Я очень сильно благодарна тебе за то, что ты пришёл. И спасибо тебе за всё. Я не могу... Просто... Просто спасибо. Спасибо. Спасибо, что ты был со мной всё это время. Я была очень счастлива. Мне очень больно. Тесно. Очень больно. Ты приходи ещё, пожалуйста. Ты приходи ещё. Всё. И я буду готова. Я буду готова. Стой пока. Не закрепляй. Процесс не закрепляй. Стой, как стояло твое. Он ушёл. Стой, как стоишь, я тебе сказал. Открывай глаза. Вот какого хрена... Открывай глаза. Скажи мне, дорогая, сядь, сядь, садись. Всегда что по-своему делаешь? Ну, скорее, наверное. Научить твоё мнение в жопу засовывать, поняла? Оно не всегда правильное. Дорогая, ты не всё знаешь, блядь. И не надо со своим лезть. Я согласна. Тебе ещё какой урок надо? Вот что тебе нужно сделать, чтобы ты перестала так себя вести? Ты всё идёшь сама. Нахрен тебе никакие советы не нужны. Сама знаешь, когда начать. Когда закончить. Ты сама знаешь. Да. Сколько ещё так будешь себе вести? Это может быть сейчас основной урок твоей жизни. Ты понимала, что сейчас произошло? Сколько я энергии всего этого подключил сюда? И ты взяла всё, сука, усрала всё тут. Один хрен по-своему же. Сама провела. Сама зашла. Сама вышла, когда захотела. Я всё, мне очень тяжело. Я знаю. Значит, я не способна вообще, блядь, коммуницировать. Ты когда-нибудь продоверяйся? Твою мать, ты опять куда сейчас пошла? Да ты куда сейчас идёшь? Да ты куда сейчас идёшь? Плачь. Чё ты сидишь? Чё давишься? Потому что я должна быть сильной. Сидит в жопу со своей силой, поняла? Сильной, упрямой, самодостаточной, да? Давай, давай. Дальше. Ты урок тебе сломаешь. Бедливой корове бог урок не дал, понимаешь? Сильной, упрямой, самодостаточной, да? Выдыхай. Твои ощущения? Не успокаивайся. Работать дальше будешь, нет? Да. Да. Да, давай, блядь, всё наружу. Какого хрена я опять всё запаковала тогда? Я просто очень сильно люблю детей. Очень сильно вокруг. У меня очень много детей вокруг моих, чужих там. Я их всех здесь воспитываю. Я их здесь всех держу. Я со всеми с ними контактирую. Мне очень нравится. Я беру от них энергию. Я им дарю что-то другое взамен. Но почему именно так по самому больному меня ударило в этой жизни? Я не знаю. Я не знаю. Дорогая, работать будешь, нет? Да. Опять по самому всё будешь делать? Нет. Я на всё согласна. У меня один вопрос. Ты смерти у него просила или чего ты хотела, блядь? Вот когда ты стояла, куда тебя он должен был забрать? Нет. Чего ты там наговорила, блядь? Я сказала, забери меня оттуда, где я сейчас нахожусь. Я нахожусь просто вот в чёрном месте. Я внутри. Я не могу оттуда выбраться. Мне нужно жить, дышать, чувствовать. Я это потеряла. Я делаю вид на улице, что всё хорошо. Ты и сейчас делаешь, что всё хорошо. Хотя ни хера хорошего нету. Ни хрена хорошего нет. Потому что, когда он лежал там и умирал, все вокруг меня плакали, вешались на меня. А я вот так держалась, как камень. Я всех успокаивала, ходила. И теперь вот я вот такая. Мне мама сказала, позвонила и сказала, я знаю, что тебе плохо, но нам ещё хуже. И я в ахуе была, если честно. Как так? Это же моя боль. Это же со мной произошло. Какая выгода твоей боли, скажи? Да никакая. Мне не нужна эта боль. Я не хочу её. Я не хочу её, этой боли. Я хочу жить, полноценную жизнь. Я пытаюсь, я стараюсь. Меня всё равно туда затягивает. Я бухаю уже год. Я встаю, делаю что-то, но я не могу. Закрой глаза, вдох через нос, выдох через рот. Ещё раз что-нибудь по-своему сделаешь, чем кину я в тебя. Вдох через нос, выдох через рот. Глубже. Глубже вдох. Ты не дышишь, дорогая. Вдох через рот. Глубже. Продолжение следует... 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 Возвращайте потихоньку, присаживайтесь. Возвращайте потихоньку, присаживайтесь. Возвращайте потихоньку, присаживайтесь. Я хочу жить полной грудью, дышать полной грудью. Хочу чувствовать этот день, полностью его проживать. Живи, дорогая. Спасибо. А еще поплакать можно? Плакать? Спасибо. Спасибо огромное. А потом отзыв напиши в комментарии. В этот подпоставцем. Давай. Привет. 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 Ты откуда? Что здесь живем? Я с ВКО, с Восточного Казахстана. Господи, ребята, спасибо вам всем за поддержку. Мы этого вместе добились, что я сюда попала. Честно, девчонки. Я с Восточного Казахстана. Я просто счастлива, просто счастлива с вами сейчас здесь разговаривать. Я на коленях стою вот так возле тумбочки своей. Ой, я просто, я честно, я просто счастлива. Я очень давно наблюдаю за вами. Я очень много раз была в Алма-Ате, знакома с Мадленой, с Мадиной. Я видела, как она вас рекламирует. И вообще, я ей очень доверяю этим отзывам и так далее. И слежу, и восхищена просто настолько. Я даже не представляла, что есть такая возможность с вами лично поговорить. Потому что я видела, сколько стоит сессия часовая. Но пока для меня это невозможно. Запрос. Так, запрос. Можно в кратеринфикации в двух словах скажу так, что я очень самостоятельная девушка. Работаю с 13 лет самостоятельно. У меня нет богатых родителей. Мыла холодильники, полы, магазины. В целом получила высшее образование в России юридическое. Самостоятельно абсолютно. На данный момент я индивидуальный предприниматель. Была очень успешна, наверное, лет до 25. Мне сейчас 28. У меня бизнес шел в гору. Я посещала разные страны, заграницы. Все это сама себе обеспечивала. У меня никогда не было большого количества мужчин. Были одни отношения. Вторые – это был мой муж. То есть два мужчины только в моей жизни было за 28 моих лет. Потом, когда начались проблемы в личной жизни, все пошло на спад. Я, можно сказать, стала терять все абсолютно. Например? Ну, то есть в работе все пошло на спад. Почему? Я не могу найти ответ на этот вопрос, наверное, потому что я стала фокусироваться только на личных отношениях, в которых я была. Как мне казалось, изначально любима, а потом была предана. И мне казалось, что это я никогда не прощу. А в итоге прощала, прощала, шла, шла. Вначале была очень красивая, привлекательная девушка. И потом стала поуметь, набирать вес. То есть мой вес был 50 килограмм, а сейчас я вешу 65. Зато жопа большая, что ты? Зашли глубоко. Что? Я говорю, зато жопа большая. Зашли глубоко. Кстати, я подумаю, как-нибудь у меня нет никакой поддержки совершенно. Открывай. У меня есть вот здесь два магазина, они в аренде. У меня большой груст на моих плечах. Это какие-то кредиты сейчас, это аренда, это налоги, это зарплаты. Это очень-очень тяжелый груст. Я порой не сплю ночами, но у меня это получается. Я как-то получается это все оплачивать. Ну, вы понимаете, но я не могу место найти. Я спать не могу. У меня постоянно панические атаки. Я не могу спать от того, что... Ты мне скажи, пожалуйста, что твои, блядь, там два магазина делают, что ты не можешь ко мне попасть? Ваша сессия стоит 250 тысяч в час. Ну, извините, я не могу такое пока себе позволить. Как... Не поняла ты вопрос. Как у тебя так два магазина работают, что ты такую сумму не можешь себе позволить? Ты мне объясни. Вот я и объясняю, что раньше я могла себе позволить миллиона-два и в месяц улететь в Дубай и пожить там со своей племянницей, допустим, не позволяя ничего лишнего. Я могла... Ты не слышишь мой вопрос, да, или что? Не слышу. Нахуя тебе два магазина, если ты не можешь себе позволить 500 долларов, блядь? А что мне сделать тогда? Закрой, нахуй. Хорошо, я закрою. Пойду продавцом в Алма-Ате работать. Когда я даю зарплату людям и плачу, я руководитель, я, по крайней мере, по-другому себя ощущаю. И пойду сейчас продавцом обив продавать. И кем я себя буду чувствовать эмоционально? Я вообще тогда заглохну. Нет, залезь в долги. Сейчас я у тебя квартиру заберу. Нет, квартиру мне не заберу точно. Я, кстати, в 23 года сама себе купила квартиру. Ну, мне есть за что тебе сказать спасибо, Игорь, но мне правда тяжело, я вообще забуду. Ты так красиво выебываешься, аж, блядь, тебе, сука... Я сам по молодости очень сильно выебывался, но ты прям очень красиво. Да я уже какая молодая, мне уже 30 скоро. Так мне 40, 6, ёпта, что ты хотела? А почему мне не везет с мужчинами, а? У тебя всего два было, у тебя было мало итераций. Я не могу. Я не могу по-другому. Ну, где-то на пятом ты будешь себя чувствовать шалавой. Девчонки сейчас напишут, дря мы ее ждали. Они думали, что она беда. Ну, мне правда беда. Потом, где-то на пятнадцатом, ты примешь себя и такой. Ни-и-и-ет. Оля. Дорогая, смотри, я последние два года потратил на то, чтобы я разбираю предпринимателей, да? Я залазил в их кишки, залазил в финансовые вопросы, да? И чаще всего, чаще всего, люди залазят в долги, тогда, когда не могут признать, что они обосрались. Первый шаг, который ты должна сделать, для того, чтобы ты попала. Попала. Понимаешь? Ладно, ты здесь, в инстаграме, ты выходишь. Я тебе говорю, у тебя два магазина. Ты работаешь в убыток. Нахрена тогда ты работаешь? Можно вопрос тогда? Давай. Хорошо, я работаю в убыток, но это же пошло только в тот момент, когда у меня пошел вот в какой-то спад по отношению. Я же зарабатывала... Смотри, я сейчас объясню, я так понимаю, мужик был богатый, да? Нет. У меня никогда... Кстати, кстати, Игорь, у меня ни разу в жизни не было богатого мужика, и ни один мужик мне не оплатил за границу, ну, куда-то там поездку, или не купил здоровье. Ты знаешь, ты мне напоминаешь, как в России, царь-пушка, которая не стреляла, блядь, царь-колпа, который не звонил. Слушай ты меня, пожалуйста. У тебя, блядь, два магазина, которые не зарабатывают, подруга Мадлен, которая, ты блядь, не знаешь, что делать. Не подруга, она просто знакома. Какая нахуй разница? Оля, ты меня, пожалуйста, услышь. У тебя есть разные варианты, и ты сидишь на жопе и сидишь, ноешь. Еще раз, у тебя есть два магазина, которые не работают. Работают. У меня кредит в месяц миллион, но я еще жить могу, если что. Ну, значит, ты либо жопу ужми свою. Я ужала ее уже до того времени. Ну, значит, херово ужала, если ты... Дорогая, если у тебя в конце месяца 500 долларов не осталось, что тогда это такое? Где ты там ужала? Ладно, а можно другое спросить, пожалуйста, пока вы тут? Я умоляю. Сейчас у меня, пожалуйста, пока дослушай. Я на колене встаю. Я понял. Ну, надо телефон чуть ниже поставить. О, огонь. Нет, в слову, да-да-да. Смотри, дорогая. Во-первых, как знаешь, есть такое выражение этих, фиксируйте свои убытки. И очень многие люди, они залезают в большие долги, потому что они не могут зафиксироваться. И нужно твои магазины взять, посчитать нормально и понять, почему они не приносят прибыль и куда она девается. Типа сделала ты это уже. Конечно. И куда прибыль девается? На самом деле, это... Прибыль-то я понимаю, куда она девается. Просто... Куда? Вот так. Так. Сквозь пальцы. Ты тратишь много? Да я не трачу вообще. Что ты делаешь, блядь? Ну, по-русски говори, пожалуйста. Я купила своему отцу квартиру. Я там сделала ему ремонт. Вопрос был, знаете, в чем? В другом. И в этом тоже. И столько этих вопросов, что я уже запуталась. Там уже пишут, гори в аду, но это не важно. Я скажу так, что у меня вот эти вот мужчины, вот, допустим, которые были, да, я... Почему... Игорь, скажите, пожалуйста, во мне столько много любви, я их залюбливаю, а они от меня уходят. Почему? Потому что надо же чем-то дышать еще. А почему я их залюбливаю? Вот я готова любить, вот быть верной, вот целовать, вот футбол. У тебя с папой отношения к Киеве, скажи сначала. Они не живут с мамой лет с трех, наверное. И когда я уже в осознанной на таком возрасте была, он стал для меня очень близок. И он сейчас на данный момент самый близкий мой человек. Именно поэтому я ему и квартиру купила, и его обихаживаю, и ужин, и завтраки ему готовлю, отправляю. И ты еще ответ не поняла, да? Не поняла. Тебе не хватает отцовской любви. Ну что, любовь, которую ты не отдала ему, ты начинаешь отдавать мужикам. А дочь у тебя не ебут. Услышала меня, нет? И что делать мне? Люби папу, трахай мужика. Так не умею. Как? Ой, какой ужас. Чего не умеешь-то? Это помнишь, как в том фильме «Баби цветы, дитя мороженого». Смотри, не перепутай, Кутузов. Ты перепутала? Ты ту любовь, которую должна была отдать отсюда, ты ее отдаешь мужику. Нахрен ты нужна? Я всегда объясняю, говорю о том, что, ну типа, вот я же такая, ну, неходячая. Просто они, пидорасы, они тебя понять просто не могут. И они проебали такую любовь, которую ты на них, блядь, извергала, блядь. Ты лучше сверкнуй, чем со своей любовью носиться. Ну и гать. Что? Это правда больше тебя удержит, мужика, чем твоя любовь? А как себя полюбить, если я ненавижу? Я набрала 15 килограмм. Я от того, что нервничаю, я толстею. Я была 50 и сейчас 65. Дорогая, ты пока будешь худеть, ты наберешь еще 15. Это правда. Господи, как я вас обожаю. Это просто нечто. Как таким можно родиться? Скажите мне. А я сегодня буквально днем ходила о вас, рассказывала. Я говорю, как же повезло людям, которые его окружают, родственникам. Хотя нельзя же в сессию с родственниками как будто бы... Я только сегодня днем о вас говорила со своими знакомыми, а сегодня я говорю лично с вами. И я одна живу, и некому меня заснять. Что я с таким... Ой, боже, это просто шанс какой-то. Ну дайте мне какие-нибудь наставления, ну прошу, я умираю. Типа со мной ничего сложного. Я, кстати, алкоголь пью часто стала. Ну забухай дальше, что потом в канаве проснешься. Нет, ну дальше не хочу. А потом еще, почему меня еще везде приглашают, зовут там туда-сюда, туда-сюда. Почему у меня такое чувство, что если я поеду, я буду какой-то неправильный или еще какой-то. Ты точно хочешь на это вопрос ответ? Что, дура, последняя? Нет-нет, говори я. Говори-говори. Я. Имя. Оля. Блять. Нет. Нет, я так не скажу. Говори-говори. Да я так не скажу. Не хочешь терапию дальше? Ну ладно. Я Оля, блять. Шалава. Я так не скажу, вы что. Давай-давай. Я Оля, блять, шалава. Титутка. Давай-давай-давай. Прости. Титутка. Дырка. И я люблю тебя такой. Я это смотрела сегодня. Я люблю тебя такой. Я люблю тебя такой. Ага. Вдох. Выдох. Повтори еще раз. Поняла, что с тобой происходит? Поняла. Поняла, что происходит? Такое. Что происходит, да? Да. У меня за 28 лет вообще никого не было. Я считаю, что это очень ценно. И все такое. Я не могу мужчин менять. Да, вот так. Где-то со второго раза это уже не ценно. Ну, как оказалось. Айди, передо мной. После первого раза все вторые. Ты знала, нет? Олегра, вы меня не слушаешь? Я слушала. Я знала. Но я никогда клянусь. Вы видите меня? Мои глаза. Я не вру. Ага. Поэтому потом уже не вру. Я... Оля, блять, проститутка. Дырка и шалава. И я такую себя... Ну, я не могу. Ну, люблю. У тебя не все такое, как будто ладно? Удыхай. Ну, что делать-то, Игорь? Ну, я так ждала с вами встречи. Ну, что мне делать? Как мне сон свой нару... Этот... Благоустроить? В смысле? А можно еще такой вопрос личный? Быстренько и все. Давай. Вы уже устали, я замучила. И, кстати, когда я с вами в эфире, подписчики подбавились. Смотрите, я до сих пор сейчас замужем. Я вообще замужем. И мой муж настаивал на браке и очень хотел этот брак. Человек, ну, такой, ну, не последний. Я до сих пор его очень-очень сильно люблю. А он очень-очень много раз мне изменял с такими девушками, которые, ну, по моему мнению, рядом со мной не встанут вообще. А я не могу его отпустить и все. Хотя я требую развод, подавала много раз на развод. Он развод не дает. И вот эта вся вот канитель... Мне нравится, да? Ну, чуть-чуть. Что он не отпускает. А я такая, я пошла, он говорит, нет, не уходи. Как вот с этой дрянью поступить так, чтобы уйти и отпустить вот эту всю херню и жить заново начать? Ты же не хочешь. Ну, я хочу, но у меня чуть не получается. Я не знаю, как просто. Хочу, он меня обидел сильно. Ты хочешь вместе? Хочу. Я хочу, знаешь, как, Игорь? И тебе нравится, что он мучится и такой, не уходи от меня. Ну, он так всегда делал. А я хочу сейчас, чтобы он понимал, что кого он потерял. Вот так хочу. Но это же не выход. Что, я дура совсем, да? У тебя, Игорь, раздутая, дорогая, непомерная. Я тебя первый, вот второй раз тебя не позвал, только из-за этого. А я молилась, я сидела, я ждала до последнего. Просто вот так раздутая. У тебя кажется, что весь мир крутится вокруг тебя. Чего? Тебе еще дадут по башке, дорогая, не переживай. А мне уже не давали. Мало еще есть. Я чувствую, еще недостаточно. Игорь, ну я сидела и молилась на коленях до последнего. Ну я же добилась. Я понял. Вот эти глаза в глаза. Ну я же добилась. Потому что у тебя эго сошло. Там глаза выплакало все. У тебя в какой-то момент сошло эго, я тебя по этому позвал. Я бы пошел спать сейчас. Понимаешь? Да. Тебе еще будут? Вы даже не представляете, насколько... Вот мы сейчас... Я даже игорь-то улыбаю, шучу. Ну вот я как бы такой коммуникабельный человек. Но вы даже не представляете, Игорь, насколько для меня это важно. И вы не думайте то, что каждое слово мимо ушей моих проходит. Я сейчас лягу, и я все это буду анализировать. Я обо всем об этом буду думать. Ну слушайте, ну чего ты мне? Ну плачь теперь, чё ты? Да я вот такая вот. Я вечно ною плачу. Ну, ну плачь. Честно, я очень счастлива. Мне очень приятно, что ты мой такой фонарик. Не этот но. Ты мне теперь скажи, пожалуйста. Ты и состояние принцессы, когда выйдешь? Ты вот от жизни таких пиздов отхватишь, если так дальше себя вести будет. Слушайте, вот принцесса, вы говорите. Я говорю вам сегодня, только мы начали с вами разговаривать, я тебе говорю с 13 лет работаю. И до сих пор у меня не было возможности никогда голову вот так мужчине на плечо положить и сказать, почувствовать себя слабой. Я работаю почти каждый день для того, чтобы, ну, для того, чтобы чувствовать эту жизнь хотя бы, чуть-чуть выезжать куда-то там. Дорогая, честно, скажи, ты же кайфуша, что ты мне ту херушу вкручиваешь? Я не кайфуша, кайфуша, но пока я кайкруша. Ну, значит, начни кайфовать, чё. Подружка у тебя хорошая есть, возьми, Мадлен, иди, вон, кайфа не тяни. Нет, у меня подружка близко в Москве живёт, значит, во Францию уезжает жить. Ну, пизду во Францию. Да, я сижу в БКО в этой дыре, и сижу, и смотрю вот в окно, и думаю, когда... Дорогая, смотри, нет ничего страшного сейчас тебе встать и уехать куда-нибудь. А где работать? Всё, оставил. У тебя встать нету семьи по толкам. Только папа, как я его оставлю? Иди, что, после папы, ладно, и брось его, нахуй, ввади куда хочешь. Папе сколько, скажи, лет? Вот, чтобы посмеяться просто. 40 или 50? 68. Ну, тебе так поздно? Он очень. Он меня в 39 родил, и он очень меня любит. Вот, может быть, сейчас компенсирует какую-то свою любовь, молодость. Это компенсирует сейчас, ага. Дорогая, папу оставь. У папы ещё дети есть, подошли? Двое сыновей, они умерли, двое повешились. Что, блядь, у вас там зачикатило такое-то? Они очень сильно алкоголь выпивали, и в этом состоянии повешились. Папа не пьёт, не курит совершенно. И он сейчас трясётся надо мной. Там мама, что ли, такая? А, это не от моей мамы дети. Я понял, она такая, этот, подавляющая. А это же, это женщина, которая была, получается, которая, она под забором тоже пьяно умерла. Блядь, ладно. Когда, хотя он её встретил, ну, как мне моя бабушка рассказывала, быстро скажу, что, типа, отцу было её жалко. И вот у меня ко всем такая жалость. Сегодня, вот буквально сегодня, девчонку встретила, она какую-то ситуацию рассказывает, я пошла её детям конфеты, печенье купила. Вот мне не жалко, вот я такая жалостливая. Вот её отец у меня такой же. Вот как вот я его оставлю? Я у него одна, никого больше нет. Сыновей двоих с петли снимать. Во-первых, этот, это его свободный выбор, это первое. А как потом себе простить, если вдруг что случится? Он же у меня один, другого не будет. Ещё раз, это его свободный выбор. Он жизнь свою прожил так, как мог. А того, что ты рядом ляжешь вместе с ним, ничего не поменяется от этого. Второе? Второе. Тебе? Короче, встала и уехала. А магазины что, оставлять? Ещё раз говорю, посчитай. Если они приносят небольшую прибыль, закрой и уедь. Если они приносят какую-то прибыль, поставь управляющего и уедь. Но если они тебе в тягость, и есть какая-то долговая нагрузка, и продажа товара, закроют тебе кредиты, и останешься без долгов тогда, если есть возможность в ноль оттуда выйти, выйди. Собираешь манатки и поехала куда-нибудь. Дубай вот через дорогу. Да я в курсе. Где он находится? Просто это легко, так мне кажется, сказать, встань, уйди и уедь. А вот так вот, правда, встань, уйди и уедь. В 28. В чём сложность? В 28. Мне страшно. Уехать уехать. Ну мне очень страшно. Я куда работать пойду? На что я жить буду? Дорогая, там, блядь, 15 миллионов человек как-то выкручиваются. Ой, я вас обожаю. Ну вы правы, честно. Ну как ты же живут люди, и как ты же правду уважают. Ты вот тут не понимаешь? Ты в твоём выклоп, блядь, я не знаю, ты в Усть-Комане ты живёшь? В Зыряновске, ещё гла, ещё глупо, в деревне, в деревне. Сколько человек там живёт? 30 тысяч, это максимум. Там 15 миллионов. И ты думаешь, что тебе там жрать нечего будет, да? Тупая, нет? Ну тут я могу себе красную рыбу позволить, а там вряд ли. Дорогая, ты в Зыряновске, сука, где 30 тысяч человек красную рыбу жрёшь, блядь. Ты думаешь, там где 15 миллионов человек, ты себе на красную рыбу не заработаешь? Не знаю, наверное, нет. Ты не поняла. Я поняла. Ты сейчас рыбу ловишь, блядь, в пруду. Тебе говорят, пиздусь в море, блядь. И ты боишься там остаться голодной? Это что, тупо, нет? Да, у меня прям такая уверенность сейчас внутри приросла. Смотри, я тебе сейчас такую историю расскажу, и на это, наверное, закончим? Хорошо, конечно, да. 9% осталось. Мы как-то гуляли, И у нас район такой спальный этот, кто в Алматы живёт, в Алматы тогда жил. И мимо помойки проходим, и там одна женщина была, она кормила этих голубей, вот хлеб с помойки доставала всю еду, и они все грязные, сука, вот они просто всякое дерьмо жрали. И в этот же день мы поехали в пар 28 панфиловцев, и там... Это Балматия. Да, и там голуби, там есть место возле церкви, где люди просто покупают и кидают, и голуби чистые, едят просто. И я тогда подумал, что мешает этим голубям, которые с помойки, блядь, прилететь в грёбаный пар 28 панфиловцев, скажи. Страх. Ага. И не уверен, что еда будет. Да. Поняла? Поняла. Я в Алматы буду, и теперь найду 500 долларов, чтобы попасть и вас лично обнять. Игорь, благодарна. Спасибо вам огромное, что приняли меня. Никогда век не забуду. Поблагодарю, лично обещаю. Спасибо большое. Обнимаю вас крепко, вы идеальны, вы просто... Вот просто вот. Спасибо большое. Спасибо вам. Люблю, целую, чао. До встречи. Давай, пока. Друзья. На этом завершим наш эфир. Я вас очень люблю. Я вам очень благодарен, что у нас почти 500 человек. И вы все сегодня со мной в час ночи сидите здесь ещё. Я всем участникам благодарен за то, что вы... За вашу открытость. За вашу смелость, что вы сюда пришли. И своё, как бы, свои кишки вот так выложили. Отдельная благодарность Оле, потому что нужно было в конце вечера нас как-то разгрузить и просто поболтать. И может быть, какая-то эта терапия произошла. Я надеюсь. Я надеюсь, что этот эфир был полезен всем тем, кто его смотрел. Я благодарен вам за то, что вы помогаете мне в этой работе, и что мы вместе помогли сегодня. Я надеюсь, что вы помогаете мне в этой работе, и я надеюсь, что вы можете потратить свое время на мой эфир и здесь побыть своими своими советами, комментариями. В общем, всем спокойной ночи, ещё увидимся.